Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на нашей ежедневной рубрике «Тема дня». И сегодня я расскажу вам о жизни и творчестве замечательного российского поэта Сергея Есенина. Есенин Сергей Александрович – русский поэт, представитель новокристианской поэзии и лирики. Есенин справедливо ставится на один пьедестал с величайшими поэтами России – Пушкиным, Лермонтовым, Блоком и Ахматовой. Родился Сергей Есенин в селе Константиново, Рязанской губернии, в крестьянской семье. С детства воспитывался у деда и папы-матери, человека предприимчивого и зажиточного, знатока церковных книг. Окончил четырехклассное сельское училище, затем церковно-учительскую школу в Спас-Клепиках. В 1912 году Есенин переехал в Москву, где служил у купца его отец. Работал в типографию, вступил в литературно-музыкальный кружок имени Сурикова, посещал лекции в Народном университете Шинянского. Кружок Сурикова серьезно повлиял на биографию Есенина, сформировав многие взгляды будущего поэта. Впервые стихи Есенина появились в московских журналах в 1914 году. В 1915 году он едет в Петроград, где знакомится с выдающимися литературными деятелями – Александром Блоком, Городецким, Клуевым и другими. Спустя некоторое время выходит первый сборник его стихов под названием «Радуница». Интересен факт, что Сергей Есенин сотрудничал с эссеровскими журналами. В них были напечатаны такие поэмы, как «Преображение», «А кто их» и «Инонимя». В марте 1918 года поэт снова поселился в Москве, где выступил одним из основателей группы иммажинистов. Иммажинизм – это литературное направление русской поэзии XX века, представители которого заявляли, что цель творчества состоит в создании образа. В 1919 и по 1921 год много путешествовал. Он ездил на Соловки, Мурманск, с восторгом посещал Кавказ, который в свое время сыграл большую роль в биографии Кушкина и Крым. Параллельно Есенин работал над драматической поэмой «Пугачев». Весной 1921 года отправился в Оренбургские степи и добрался до Ташкента. С 1922 по 1923 год вместе с жившей в Москве американской танцовщицей Асидора Дункан, которая стала женой Есенина, побывал в Европе. Он посетил Германию и Францию, Италию и Бельгию, Канаду и США. С 1924 по 1925 год трижды гостил в Грузии и Азербайджане, где работал с особенным рвением и создал поэму о 26-ти, «Анну Снегину и персидские мотивы». Октябрьская революция серьезно повлияла на Есенина, впоследствии сыграв, возможно, роковую роль в его биографии. Отношение к ней он выразил в своем творчестве и весеннюю радость освобождения и порыв к будущему и трагические коллизии переломной эпохи. Лучшие произведения Есенина ярко запечатлели духовную красоту русского человека. Есенин признан как тончайший лирик, волшебник русского пейзажа. Есенин трагически погиб в 1925 году в Ленинграде. И вот его последние стихи. «До свидания, друг мой, до свидания!» «Милый мой, ты у меня в груди!» «Предназначенное расставание обещает встречу впереди!» «До свидания, друг мой!» «Без руки, без слова, не грусти и не печаль брови!» «В этой жизни умирать не нового, но и жить, конечно, не на веки!» На этом наша рубрика подходит к концу. «До свидания, друг мой!»